Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала, обувные маньяки и просто любители обуви. Я сам любитель обуви, приветствую вас. Неожиданно для всех объявили пандемию, карантин, и вот мы сидим дома. Ситуация развивается как в фантастическом фильме. И помните, что в своем ролике про апокалипсис когда-то я говорил вам о том, что у каждого мужчины должна быть хоть одна пара хорошей обуви, на которую можно положиться. И вот, конечно же, с точки зрения государства, кустарное производство, например, такое, как у нас, оно не создает какого-то товарного продукта, так же, как и единоличные крестьяне когда-то. То есть они прокармливали себя, но товарного продукта, которого можно много продать, они не создавали. Так же и кустарное производство много, всю страну оно не может, конечно, обеспечить. И мы шьем такое количество пар, которое, в общем-то, чуть больше, чем наша собственная потребность, если бы раскинуть ее только на членов нашей большой семьи. Поэтому все-таки для страны нужно, чтобы работали фабрики, заводы. И, понимаете, я немножко, конечно, вдамся в политику, простите меня. Раньше при императоре Николае II была статья за ростовщичество, когда судный процент превышал 12%. Сейчас по этой статье можно посадить Грефа и всех, в общем-то, и все наши банки. Потому что сейчас проценты у нас просто грабительские, банковские ставки, я имею в виду. Поэтому вместо, и сейчас у нас вместо развития промышленности, у нас строят цифровую экономику. Кто-нибудь знает, что это такое вообще цифровая экономика? Термин очень темный, ничего общего с экономикой не имеющий. Это просто оцифровка нас, граждан. Постановка нас под контроль, под контроль общества. Причем здесь экономика вообще непонятна. Но этот термин насквозь лживый. Недавно этот оговорился Мишустин, что это уже цифровое государство. То есть уже не экономика, а государство цифровое будет. В общем, в последнее время произошли, конечно, нехорошие события. Обнулился Путин. Изнасилована конституция, которую попирают, меняют как хотят, неконституционными способами. Она стала ничем. Она потеряла для этих людей и для народа сейчас она потеряла святость. И это все подрывает Россию, сеет изнутри хаос будущий. Вот поэтому, мужики, готовьтесь к трудным временам, скорее всего. Запасайтесь не продуктами, а полезными навыками, какими-то реальными знаниями, решимостью. Ну и какими-то надежными вещами, которые можно будет хотя бы там одеть на себя. Итак.